Белорусские войска на границах. Какую игру ведет Лукашенко? Бригады известны наши, не менее 20 батальонных тактических групп на белорусско-украинских границах. Получил ли батька самоубийственный приказ от Москвы? Вполне возможно, что этот вариант звучит в разговорах между Путиным и Лукашенком. Мы побывали на границе с союзником России и заглянули по ту сторону колючей проволоки с высоты. Вполне вероятно, что сейчас мы находимся в поле зрения белорусских пограничников. Невероятный эксклюзив прямо сейчас. Беларусь 24 сентября. Самопровозглашенный президент Лукашенко проводит совещание с высшим военным командованием и снова выдает воинственную риторику. Это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. Подобные выпады звучат от батьки в последнее время все чаще, но чуть ли не в первый раз они подкреплены действиями. Лесополоса Лесополоса недалеко от белорусской границы. Здесь рукой подать до Гомеля. И именно это место – ближайший путь из Беларуси как к Киеву, так и к Чернигову. Сотрудник украинской пограничной службы занимает удобную позицию и раскладывает квадрокоптер. Это ежедневная аэроразведка границы с Украиной, которую проводят дважды в день. Общее наблюдение союзника России происходит круглосуточно. Поднимается на 300 метров. Это оптимальная высота для того, чтобы видеть сопредельные территории. Разведку дронам наши пограничники проводят на своей территории, не залетая в воздушное пространство Беларуси. Наблюдают, чтобы не было ударных группировок и подготовки к нарушению государственной границы. Сейчас мы видим белорусский пункт пропуска. Скоптера кажется, будто на том КПП по другую сторону реки никого нет. Но так ли это на самом деле? Этот разрушенный мост уже стал своего рода визитной карточкой украинской-белорусской границы. Вон там, за рекой Днепр, уже находится территория союзника России. И вполне вероятно, что сейчас мы находимся в поле зрения белорусских пограничников. Но что действительно представляет собой потенциальную опасность, так это скопление войск, которые, вероятно, находятся в глубоком тылу территории Беларуси. И именно на территории Гомельской области, по сообщениям украинской разведки, началось наращивание военного контингента. По предварительной информации, белорусы передислоцировали границы с Украиной более тысячи военнослужащих, а также вертолеты и реактивные системы залпового огня. А самопровозглашенный президент Лукашенко говорил, что перекинет сюда около трети своего войска. Но хватит ли этого для того, чтобы открыть новый фронт? Недавно российские телеграм-каналы опубликовали кадры перекидывания белорусской военной техники к украинской границе. На танках белой краской нанесена буква «В». Однако подтверждение этой информации до сих пор нигде не публиковалось. Техника у них мы знаем какая, по данным нашей разведки, разведки Сил обороны Украины. Но вблизи государственной границы нами еще в крайнее время ее не фиксировалось. В свою очередь пограничники готовятся к любым сценариям. Нами постоянно проводится инженерное обустройство как государственной границы, так и подступов к государственной границе. Создано несколько полос обороны. Это и минно-взрывные заграждения, и лесные завалы, заграждения из колючей проволоки. Повсюду, где возможно проникнуть врагу, мы его ждем. В селе Днепровское, что буквально в нескольких километрах от границы, местные настроены не менее решительно. А что ее бояться? Хай они нас боятся, а не мы их должны бояться. Войска расположены на глубине до 50 километров. Минобороны Республики Беларусь объясняет это проведением очередных учений в Гомельской области. Но где-то мы уже слышали о подобных учениях. Вспоминая 2022 год, все мы знаем, что Беларусь была плацдармом и, скажем так, нанесла нам удар в спину. Украинский МИД призвал самопровозглашенную власть Беларуси прекратить недружественные действия и отвезти войска от государственной границы Украины. В то же время представитель белорусского МИД заявил, что Минск не получал обращения от украинской стороны относительно отвода войск ни в каком виде. Еще во времена, когда я работал послом, когда как только ты отправляешь ноту, они включают игнор. Ничего не было, мы ничего не знаем, не видели, не слышали, не писали и вообще непонятно, о чем вы говорите. Это такой стиль белорусской дипломатии. И более того, даже иногда в почтовом ящике в Министерстве иностранных дел они все письма даже не вынимают, понимая, что может возникнуть какое-то напряжение. Но что, если белорусы готовят вторжение под давлением России? Вариант о том, что белорусская армия может быть брошена, в том числе и на этот самоубийственный поход на Киев по минным полям, вполне возможно, что этот вариант, он и звучит в разговорах между Путиным и Лукашенко. Но насколько опасна белорусская армия для Украины сама по себе? Известно, что она насчитывает около 75 тысяч военнослужащих. Впрочем, львиная доля из них — это срочники, и все они не имеют боевого опыта. Боевые части, по разным оценкам, укомплектованы менее чем наполовину. Если посмотреть сегодня на всю белорусскую армию, то с 2022 года, с момента наступления с использованием территории Беларуси, она не то что не приобретала боеспособность, она слабела, слабела, обворовывалась, отбиралась и так далее. На сегодняшний день, если проанализировать наличие в погребах оружия, то они почти все пусты. Все оружие, бронетехника, боеприпасы в большинстве своем вывезены на российско-украинский фронт. То есть сама по себе белорусская армия вряд ли будет нести непосредственную угрозу украинским вооруженным силам. Разве что на подкрепление кинут российские войска. Конечно же, если все-таки к белорусской армии прибавятся серьезные российские подразделения на границе, для Украины это станет большей проблемой. Но вопрос, конечно, в том, а способна ли Россия, есть ли у России возможности еще что-то перебрасывать в Беларусь? У них в Курской области проблемы, куда уж тут перебрасывать в Беларусь? Какую же тогда игру ведет Лукашенко, перебрасывая часть войск на украинскую границу? На белорусско-украинской границе более 120 тысяч войск Украины. Это недавнее интервью Лукашенко российскому пропагандисту Евгению Попову. Мы на прошлой неделе видели приказ министра обороны о отводе войск к местам постоянной дислокации от границ. После операции в ИСУ в Курской области в России начали срочно искать виновных. И камни российских зэдблогеров полетели в том числе и в Лукашенко. Мол, накануне он приказал отвезти определенную часть войск на границе с Украиной, что якобы освободило определенные ресурсы ВСУ и открыло двери для Курской операции. Впрочем, Лукашенко в ответ начал говорить, что это Украина стянула к Беларуси войска, а потом их отвела. И поэтому якобы он сделал то же самое, только с частью группировок. Это абсолютно неправильная трактовка из стороны отдельных российских. Там мы читаем блогеров и прочих. Мы отвели дополнительные силы, которые были туда уведены. Сам Лукашенко в этой ситуации – это уже ходячее ИПСО. Когда в Москве заявили о том, что Лукашенко сказал свои войска отвезти с фронта, и Украина перебросила эти войска на Курский участок, но его там начали настолько рвать и атаковать, что он, бедный, решил все, все, что у него осталось, бросить на фронт, и там в 50 километрах героически мучатся в учениях, не имея ни оружия, ни боеприпасов, ни серьезной группировки бронетехники. Впрочем, за этой информационной психологической атакой могут стоять и две вполне реальные цели. Первая – это очевидная попытка дезориентации украинских войск у границы. Это, в первую очередь, возможно, какое-то для нас запугивание от лечения внимания наших войск с северной границы с Белоруссией. Вторая цель – это необходимость для Лукашенко как-нибудь задействовать свою армию для того, чтобы РФ не бросила ее непосредственно на войну, например, в той же Курской области. Когда такая ситуация у России возникает, всегда есть опасность, что они могут прибегнуть к белорусскому ресурсу, то есть перекинуть ту же самую белорусскую армию, объявив, что идет специальная акция, там, операция в рамках союзного государства Белоруссии и России или же в рамках структуры АДКБ. Лукашенко, безусловно, этого боится. Он не хочет, чтобы белорусская армия участвовала в боевых действиях, он понимает, что если будет участие, будут потери, а это может дополнительно дестабилизировать его режим. Впрочем, то, что до сих пор армию Белоруссии к боевым действиям не привлекли, вероятно, означает, что даже россияне понимают ее неликвидность для подобных целей. Постоянная переброска войск и регулярные учения на границе – это единственное, для чего нужны ВС Белоруссии в настоящее время, однако дальнейшие решения будут принимать не в Минске, а в Москве, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Артем Куля, специально для Марафона, на канале Freedom.